Еще касательно благословения против еретиков, есть еще такие варианты Сидора, где написано, если они не раскаются и не обратятся к Богу, то есть если они не обратятся к Богу, то все это будет прощадом. И еще из комментарий к Сидору, так говорится, нашей молитвы мы проклинаем изменников не потому, что этих людей другие взгляды. Под изменниками имеется в виду тех, кто ставит свои задачи уничтожения иудаизма, клеветой и обманом, доносами властям, натравливанием евреев на еврею, разжиганием ненависти между различными группами евреев. Изменники, помогающие неевреям бороться с евреями, особенно опасны тем, что, будучи знакомы с еврейством изнутри и зная его слабые стороны, помогают врагам эффективно направлять свои удары. То есть, как, помните, говорили, пятая колонна. Помните, в Испании, да, в 1936 году была гражданская война. И когда генерала, кажется, Франко или какого-то другого генерала, который штурковал Мадрид, спросили, значит, каким образом он возьмет Мадрид. Говорит, у меня есть четыре колонны. Одна с востока, другая с запада, третья с севера, четвертая с юга. Но самое главное, это какая пятая колонна, которая изнутри, да? То есть, если понимать в таком понимании, ну, мы можем молиться, и Бог говорит, что нам надо благословлять этих людей, правда? А не проклинать. Поэтому мы можем их благословлять, но не благословлять их дела. Следующее благословение, это, получается, 13-е, если мы берем проклятие как благословение, это было у нас 12-е, теперь 13-е, о праведниках. Над праведниками и над благочестивыми, и над старейшими народа Твоего Дома Израиля, и над уцелевшими собранием мудрецов, и над их грехами, над ними самими смилуйся, Господи, Бог наш, и вознагради добром всех, кто искренне полагается на имя Твое. Дай нам удел среди них, и не опозоримся вовек, потому что на Тебя полагались. Благословен Ты, Господь, обора и надежная защита праведников. Ну, мы можем молиться об учителях, лидерах, да? Общины и слушателях. Следующее о восстановлении Иерусалима. И Иерусалим, город Твой, по милосердию своему возвратись, обитай в нем, как обещал Ты, престол раба Давида, поскорее в нем утверди и отстрой Иерусалим в скором времени, в наши дни, навечно. Благословен Ты, Господь, строитель Иерусалима, правда? Это хорошая молитва. Мы можем молиться об Иерусалиме, об Израиле. Вы знаете, что Израиль не Божья страна, и с каждым годом она становится все хуже и хуже. Израиль, к сожалению, она должна быть Божьей страной, правда? И от нас зависит, как мы молимся, как мы благословляем. Если мы что-то проклинаем, она становится хуже. Если мы что-то благословляем, мы будем говорить о принцах благословения завтра, она будет становиться лучше. Пятнадцатая – это мессианская молитва. Это от царствия дома Давида. Потомка Давида, арабатывая его поскорее, взрасти и возвысь его поддержкой своей. Ведь мы надеемся постоянно, что Ты спасешь нас. Благословен Ты, Господь, взращивающий, что спасение. Взращивающий – Ешуа. Помните, Ешуа – он кто? Он потомок. Он зерно. Зерно и потомок – это… Вы помните одно слово, да? Зера. Зера, да. Семя. Авраамы – зера. Да, Бог есть, семя. И Ешуа – это семя, из которого Бог взращивает что? Спасение. Ешуа. Так, шестнадцатая – просьба о принятии молитвы. Молитвы иногда выходят, но до Бога, да, не доходят. Не потому, что Бог их не слышит. А есть определенные условия. Раби Левицхак из Бердича однажды поехал проповедовать в одну синагогу. Посмотрел – очень красивое, хорошее здание. Вот. Но, говорит, я здесь проповедовать не буду. Почему? Потому что ваш дом полон молитв и учения. Хорошо, вроде бы. А что он имел в виду? Ваш дом полон учения. Потому что учение производится в доме, но оно так и остается. Люди не берут учения с собой. Ваш дом полон молитв, он наполнен молитвами, но дальше молитвы никуда не идут. Правда? И просьба о принятии молитвы. Услышь наш голос, Господь, Бог наш, милосердный Отец. Смилуйся над нами и прими милостиво и благосклонно нашу молитву. Ведь ты, Бог, внимающий молитвам и жаловам. Не оставляй нас без ответа, владыка наш. Ведь ты внимаешь молитвам каждого. Благословен ты, Господь, внимающий молитвы. Следующие. Три последних благословения. Храмовая служба. Это здесь об Израиле и о служении в храме. Но мы знаем, что какой храм сейчас существует. Мы – живые верующие. История святых. Где бы она ни находилась. Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу своему Израиле. И молитву его прими. И восстанови службу святая святых храма твою. И жертву, приносимой Израилем. И молитву его прими с любовью благословно. Пусть будет всегда желанное тебе служение Израиле и народа твоего. И да увидим мы своими глазами, как вернешься ты по милосердию своему в Сион. Благословен ты, Господь, возвращающий свою шахину в Сиону. Мы можем за Божью шахину, чтобы она всегда была с нами. Правда? Признательность. Добрый ты творишь всегда, о добрый, потому что милости твои нескончай вы, о милосердный, потому что благодеяния твои неистощимы, ведь мы от века до века надеемся на тебя. За все это да будет благословенно, да возвеличится и превознесется имя твое, владыка наш всегда во веки веков. И все живое будет вечно благодарить тебя и восхвалять твое великое имя во век, ибо ты добр, ты Бог, наше спасение и наша опора. Ты добрый Бог, благословен ты, Господь, доброе имя тебе. Тебя подобает благодарить. И мы можем благодарить Бога за все, что Он для нас сделал. Там можно много чего добавить, правда? И последнее. Мир. Мир шалом, да? Даруй мир и благословение, жизнь и милость и любовь и милосердие нам и сему, твоему народу Израилю. Вот я вам записал это. Можете выучить, да? Сим шалом тава у браха. Хайм хен хесет урахамим. Алейно алейно, ве альколь Израил, альколь Израил, амеха. Да? Сим шалом, тава у браха. Хайм хен хесет урахамим. Алейно, ве альколь Израил, амеха. Благослови нас всех вместе, благосклонностью своей, Отец наш. Ибо в благословности Своей Ты даровал нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной любви, и милость, и благословение, и милосердие, и жизнь, и мир. И да будет Тебе угодно благословлять народ Твой Израиль во все времена, каждое мгновение даруя Ему мир. Благословен Ты, Господь, благословящий Израиль с миром. Правда? Чудесная молитва. И видите, три последних благословения. Они тоже есть в Амеде Иешуа, да? Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, да, во веки веков. И здесь есть еще три благословения, которые Питай нас, соответствует девятому, да? Прости нам грехи, соответствует шестого, а обереги нас от зла, соответствует седьмому и восьмому благословению. Итак, питай нас, соответствует девятому благословению. Прости нам грехи, соответствует шестому. И обереги нас от зла, соответствует седьмому и восьмому. Здесь на еврите есть немножко другой, там чуть-чуть разница в словах, другой перевод я видел. Так что и тот, и тот можно использовать. А вину шиба шиба им. Переведите. А вину, да, отец наш шиба шиба им, который на небесах. Иткадаш шмеха. Да, да, святится имя твое, пусть святы вы, да? Иткадаш шмеха. Имя шмеха твое. Таво малкутеха. Бо. Помните, что значит прийти? Таво, это будущее время, пусть придет, да? Твое царство. Ясе рецанеха. Ясе и сделается рацион. Это что? Воля. Воля чья? Твоя. Твоя. Кмо башамаем, как на небе, кен ба арис, так и на земле. Эт лехем хукену. Как это перевести? Хлеб, да? Кухука, которым мы нуждаемся. Тен лану гаем. Дай нам сегодня. Ну, разные есть варианты. Подавай нам каждый день. И так далее, если говорят. Ну, как-то подавай нам на каждый... Подавай нам, если так резко. Тен лану гаем. Дай нам, да? Каждый день. Дай нам каждый день. У салах лану. Эт хаватейну. Так. Салах, помните, что? Салах, простите, да? Простите. Помните, мы говорим, простите, слиха, да? Слиха. Слиха. У салах лану. Кому? Лану, Эт Хаватейну. Кого чего? Долги наши, да? Долги наши. Ка Ашер, так же как Салахну, прощаем мы, да? Гам Анахну. Ка Ашер, Салахну, Гам Анахну, так же как и мы, прощаем. Ле Гая Вейну. Должникам, видите? Хаяв. Хаяв будет должник, Оев это будет враг. Оев, видите? И врагам нашим, должникам нашим, да? Ле Гая Вейну. Ве Аль Тивейну. Потому что от тебя, да? От тебя, значит, лидэй не сай... Ве Аль Тивейну. Того. Давайте, да? Не дай нам лидэй не сайон. Дай достаточно. Лидэй не сайон. Нисайон испытание. Значит, не дай нам испытаний сверх веру. Вот так можно перевести. Ве Аль Тивейну, да? Того, видите? Гевену. То же самое слово. Тивейну. Лидэй не сайон. Гевену принесли. Тивейну. Значит, не принеси нам, не давай нам больше, чем необходимо испытание. Испытание сверх веру. Ки им халсену мин гара. И что? Отдели халек халсену, да? Мин гара. И отдели нас от зла, да? Да. И избавь нас от зла. Ки леха потому что твое а мамлаха. Так. Царство. Мелех. Царство. Гамамлаха. Твое царство. Гвура. Это что? Величие. Да? Так. Вэтиферет. Это тоже. Гавра сила, извиняюсь. Атиферет. Это величие, да? Гвура сила. Атиферет. Это величие. Ле олям аламим. Во веки веков. Да? Твоя сила и слава. Во веки веков. Да. Ле олям аламим. И дальше идет амен. То есть, как мы видим, Ишуа молился, да? Какой молитвой? Тоже молитвой амеда. Да. Есть три молитвы, которые заповедано произносить. Видите, еще раз. Говорю, молитвы не заклинания. И главное не слова, а смысл, который мы вкладываем. Молитву. И поэтому Ишуа не говорит много о том, как мы должны молиться, сидя, стоя. какое положение рук должно быть и так далее. Но он говорит о чем? О положении сердца наше, да? Но есть три молитвы. Это благословение Аарона. Мы будем ее завтра проходить, да? Молитва Шма. Мы ее проходили сегодня. И третья молитва это Амеда в варианте Ишуа. В варианте Вишуа. То есть три первых, три последних благословения и шесть в середине. И какая еще Амеда содержит три первых, три последних благословения и шесть в середине? Какая еще Амеда? Мы проходили. Вы проходили. Вот я вам сделаю эту вопрос. Когда по осенним праздникам мы говорили на Рожа-Шана и Елки-Пур и праздники покаяния Амеда в так же как и Амеда Ишуа содержит три первых, три последних благословения и шесть благословений в середине. Субботняя Амеда сколько содержит? Всего семь благословений. Три первых, три последних. А в середине одно благословение о субботе. Почему? Потому что в субботу мы не должны быть озабочены чем-то, да? Суббота это время Господа. Поэтому мы только благословляем Бога за субботу. Так что вы должны знать эти отличия разных видов Амеды. Видите, должникам я говорю Хаевейну и Оевейну они близки по произношению и врагам нашим, да? Можно так тоже и должникам нашим и можно близко добавить и врагам нашим. Хорошо. Вот еще пару молитвов. Вы знаете, какая самая короткая молитва во всем Танахе? Эльна, Рафе, на, лах. Всего из трех слов. Эльна, первое слово, Рафе, на, второе слово, и лах. Это Моисей обращается к Богу, когда просит исцелить Мирьям. Да? Божию моляя исцели ее в русском переводе. Моляя исцели ее. Эль, на, Рафе, на, лах. Да? Еще есть молитва Энки Элагейну, да? Энки Элагейну, Энки Мошеэйну, да? Нет подобного Богу нашего, нет подобного нашего Господину, нет подобного нашего Царю и нет подобного нашему Избавителю. Хорошо. Итак, на чем мы остановились? На том, что мы произнесли 18 благословений. Но вы думаете, на этом заканчивается литургия? Вот. Итак, значит, считается Амидам. Вот. Потом после 17 благословения вставляется молитва Мадим Анахну, мы благодавны тебе. После 18 благословения еще называется Когену, благословение Когену. Мы будем говорить о благословении Когену. Помните? Ивареха Адонай Вейшмареха, да? Ярадона Панавелеха Вейху Исай Исай Адонай Панавелеха Исай Вейха Шалом. Если нет Когену, то произносит Шалех Цибур. Это благословение. Затем Кадош, 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 Свят, Свят, Свят. Все валяющиеся слегка приподнимаются, становятся на цыпочках, когда читают Кадош, Кадош. И тем самым, когда мы становимся на цыпочках, мы как бы уподобляемся, да, ангелам, которые говорят это. Затем идет чтение Идет чтение Торы. Идет чтение Торы. Есть специальное благословение, мы завтра будем говорить, на чтение Торы. Вот. И произносится соответствующий Кадиш. Значит, в зависимости от того, какой мы хотим. Да, помните, мы говорили, разные виды Кадиши. Вот. Есть Кадиши, которые после чтения Торы произносятся и так далее. Значит, Габай, выборный староста синагоги, вызывает к столику одного из молящихся. Габай – это староста синагоги. Вот. Кто такой был отец этой девушки, которая умерла? А? Вот он Габай и был, да? Некоторые думают, что это был равен. Это не был равен. Это Габай, да? Габай, он как администратор. Он является администратором. Это не равен. Это административная должность. Габай вызывает столику значит, одного из людей. Его называют Баал-Крия. Чтение Торы Крия, да? Поэтому тот, кто первый читает. Обычно шесть отрывков, шесть человек вызываются. Вот. И на Габ Тору. Но тот, кто первый начинает чтение этого отрывка недельного, да? Может быть, шесть человек вызываться. Называется Баал-Крия, то есть хозяин чтения. Значит, он с помощью указки, специально наконечника в виде формы кисти указывает на сначала соответствующая открывка недельной главы Торы. Вызванный берет в руку цицит своего талита, прикасается ими к указанному месту, затем целует их и произносит благословение на чтение Торы. Затем он берет в руку указку и начинает читать. Обычно вызывает вначале Кагена или Левита, а если нет Кагена или Левита, тогда может читать любой другой израэлит. Торы вызывает обычно не менее трех человек, а если потом после требуется дополнительная молитва в мусах, то не менее четырех человек. Не менее пяти человек в празднике, не менее шести в судный день и не менее семи в субботу. Вот такой порядок. Это образовательная часть. Образовательная часть. Маорив и Минха, они тоже примерно имеют такой порядок, но они немножко меньше. Маорив начинает считать, когда на небе появляются три звездочки и до одиннадцати часов ночи. А Минха после двенадцати тридцати. После двенадцати тридцати. Они короче. Минха длится примерно двадцать минут, Маорив длится пятнадцать минут. Для чего? Утром все-таки есть больше возможности помолиться Богу. Да, вечером люди уже устали, и надо им тоже дать отдохнуть. Надо им тоже дать отдохнуть. После чтения считается Тора, затем Гафтара. Гафтара это как бы повторение Торы, заключение. Это определенное место из книг пророков, которое тематически относится к недельной главе Торы. И Гафтара было введено во времена Маковейского восстания. Помните, тогда запрещали греческий царь, запретил евреям читать Тору. Но евреи хитрые, да? Знаете, есть закон не разводить людей на земле Израиля, поэтому они разводят людей на полмастах специальных. Евреи умные, нельзя ездить в Тору на машине, а передвигаться по воде можно, поэтому берут пластиковую бутылку с водой и подвязывают снизу под машину, и они уже передвигаются по воде. Вот так евреи хитрили. Они стали брать пророков, или писание там, что близко по смыслу с недельной части. Потом так это сохранилось. Шины тяжело будет везти. Самые первые шины такие были с водой, а потом кто-то додумался воздух туда вливать. После чтения может быть драж, проповедь, толкование на современные темы, но связанные с недельной главой. Ну, в традиционном синагоге обычно это не делают, а в прогрессивном иудаизме и консервативном могут такое быть. Мусаф это дополнительная молитва, дополнение после чтения Торы. Она установлена в память о дополнительной жертве, приносившейся в Иерусалимском храме в субботу и в праздничные дни. Когда Амедов повторяет слушали Цибург, то есть ведущий службу, в ответ община произносит душам, то есть кадош, 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 да? Ответное священие содержит первую строку из центральной части Шмай и Сраэль также. Хорошо. И последняя заключительная часть службы это Алейну. Алейну лешабех, да? И после этого поют такие гимны восхваления, как Адон Алам. И обычно этим завершается служба, да? Адон Алям мы с вами читали и слушали. Хорошо. Ну что, наверное, мы тоже сегодня завершим. Алям. Алям. Так.